Донбасс В том, что им следует пройти какую-то идентификацию в украинском пенсионном фонде, приехав лично на свободную часть Украины. Иначе, якобы, после первого ноября пенсия будет приостановлена. Но это все неправда. Украинские правозащитники из общественной организации Донбассос объяснили, в чем здесь подвох и нюансы. Еще в марте, когда в Украине официально признали пандемию коронавируса, Верховная Рада приняла закон, который в народе можно просто назвать законом о карантине. Этот документ запрещает Ощадбанку блокировать начисление пенсий на счета переселенцев. Банку запрещено это дело в течение карантина и еще месяц после отмены этого карантина. Кроме того, закон запрещает отменять действия справки переселенца, печально известной, если человек более 60 дней не проживает по своему так называемому переселенческому адресу. В законе идет речь о переселенцах, но, как мы уже поняли, это касается и жителей отдельных районов Донбасса, которые получают украинскую пенсию. Просто время от времени им нужно было выезжать за ней на подконтрольную территорию. Сейчас это крайне сложно. Из-за жестких ограничений на КПВВ, чтобы проехать через ту же Еленовку или Новотроицка, нужен весомый повод, соответствующая прописка. Главное, надо попасть в списки, группировки, ДНР на вот этот тот самый проезд и пропуск. Правозащитники уверяют, что донецким и луганским пенсионерам не стоит волноваться, если они не смогли выехать и провести идентификацию, уже более чем 60 дней. Я напомню, что карантин в Украине был продлен 13 октября. По предварительным расчетам он может закончиться 31 декабря. Или же его снова продлят, если ситуация с заболеваемостью коронавируса не изменится в лучшую сторону. То есть даже после окончания карантина у пенсионеров из Донбасса, из той части, которой они контролируются Киевом, будет еще два месяца, чтобы подтвердить свою личность, пройти ту самую идентификацию. Так как карантин официально отнесен к форс-мажорным обстоятельствам, пенсионерам из Донецка или Луганска не нужно подавать дополнительные заявления, писать объяснительные в банк и совершать прочие бюрократические процедуры. Правозащитники призывают сохранять спокойствие, без паники, как говорится, пользоваться только проверенной информацией и обращаться на горячую линию Донбасс-СОС, номер у вас на экране, либо искать полезные материалы в мобильном приложении «Твое право», есть и такое. Тем не менее, уже есть сообщение, что Пенсионный фонд Украины приостановил выплаты переселенцам. Правда, речь идет о тех, кто в период пандемии находится в Донецке или в Луганске, но прописаны на свободной территории Украины. Например, приехали на время к родственникам и застряли в Донецке на несколько месяцев. В таком случае правозащитники теперь уже из другой организации, юридический советник для переселенцев, предлагают сначала узнать, у Пенсионного фонда Украины можно онлайн, почему не начисляются деньги. Сделать это можно с помощью, как я уже сказал, электронной почты или портала электронных услуг ПФУ, адрес у вас на экране. Есть четкий перечень оснований, по которым пенсию могут не начислять, вот как они их описывают. Если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения, в случае смерти пенсионера, в случае неполучения назначенной пенсии в течение шести месяцев подряд, все это можно посмотреть в упоминаемом мной законе. Если же в Пенсионном фонде ответят, что прекратили выплаты по каким-то другим основаниям, переселенец имеет полное право через суд добиваться справедливости. Я и дальше буду следить за ситуацией дома на Донбассе. Вы подпишитесь на телеканал Дом во всех социальных сетях. Мы есть повсюду. И получайте наши обновления, чтобы ничего не пропустить. На этом сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова